Ну что, я подъехала на Бастилию, народ пляшет, несмотря что был дождь, уже темно, 9 вечера, ну так, стемнело. Но народ пляшет, но к 10 к 11 еще больше потянутся. Пойду погуляю здесь недалеко, Рю Лапе, там много ночных клубов, баров я пойду туда погуляю сейчас, и потом вернусь, немножко стемнеет. Сейчас еще светло. На этом же месте, где все танцуют, обычно по воскресеньям базар проходит, четверг-воскресенье. Здесь волонтеры дают бесплатную еду, кому надо, прямо напротив памятника Бастилии. Так, от памятника Бастилии я иду в сторону латинской деревеньки, где все кусят. Весной и понедельник, в принципе, все закрыто, но эта улица там пожизненно весело. Там в 2 ночи, как в 7 вечера везде. Вот я подхожу к нашему месту, где мы все тусим. Наш клуб закрыт до сентября, народ ушел в отпуск. Поэтому народ гуляет где-то, как может. Я же говорю, здесь даже 2 ночи, как в 7 вечера. Сейчас вот 9 вечера, все равно полно людей. Ни все бары, ни все рестораны открыты, но часть работает. Вначале улицы шумно, потом тихо, потому что сегодня понедельник, народ отдыхает. По понедельникам практически все клубы закрыты. Поэтому дальше там только в конце тоже рестораны, они открыты, но все тихо. Приду еще, может быть, сюда в пятницу. Здесь в пятницу вообще народ гудит до утра, до 5 утра. Возвращаюсь на Бастилию. Не знаю, буду танцевать или нет. Народ подтягивается. Посмотрю, кто там еще появится. Возвращаюсь на Бастилию. Рю-де-Лапе я была. Здесь никогда не бывает тихо, на Бастилии. На Бастилии. Ну, прогулялась я вокруг Бастилии и вышла обратно к памятнику. И пойду гляну, прибавилось ли народу на наших танцах. Здесь самая интересная опера, современная опера Бастилии. Когда мне было 15, я пришла на дискотеки. У меня был такой драйв от дискотек. Мы жили на районе Каирова. В однокомнатной квартире с родителями. У нас не было жилья. У нас был квартирный вопрос на повестке дня. Ну, и когда мы меняли квартиру, был такой район в Одессе, поселок Котовского. Ну, он и сейчас, наверное, там есть. Не знаю, как он сейчас называется, его переименовали. И я не хотела туда менять на квартиру. И говорю, мама, ну, как я оттуда выйду, на дискотеки, туда-сюда? Она говорит, ну, ты же не будешь всю жизнь на дискотеки ходить. Когда мне было уже больше 20. Но мне уже 50, и я все хожу на дискотеки. И в этом парадокс. Мои родители познакомились на дискотеке. Они им было уже под 30 лет. Когда-то в Одессе, в парке Шевченко, там были дискотеки. Там познакомились мои родители. Я тоже начала на дискотеки ходить, когда мне было 15. И вот мне 50, я все еще хожу. Ну, думаю, что буду уже завязывать. Ну, может, пока еще тепло. Сентябрь можно походить. А то, когда будет зима, мне точно уже лень влазить куда-то ночью. Уже не тот возраст. Мне было 18-20. Мы летом и зимой в любую погоду бежали на дискотеку. Танцевали во всей экипировке. В полушубках, в джинсах. Все на нас было негде. Было гардероб поставить. Куча вещей на нас было. И мы танцевали в этой одежде. Как шейпинг. Сразу несколько килограмм сбрасываешь. Что, если кто захочет потанцевать, на бастиле танцуют, на площади республики тоже танцуют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok